А в Германии вообще сильно общество любителей попарить? Ну, скажем так, в моем форуме приблизительно 250 тысяч человек попарили. И он не самый большой в Германии. Есть еще один, в котором приблизительно вдвое больше. А что вы делаете? Вы там просто обмениваетесь опытом? Мы использовали вот этих вот приборов, зарядных устройств, аккумуляторов, поведение на улице, вопросы, если тебя кто-то что-то спрашивает, как реагировать на такие ответы, на всякие ответы, это все. А вот как те же участники говорят о изменениях в их состоянии здоровья, которые произошли, допустим, за год, за два, за три? Потому что ты там мне сказал, что ты даже количественно измерял у себя там легкие, у тебя было там где-то процентов 30-37, а через два года стало... Это было 16, а стало через 3,5 года 87. То есть, представляешь, это же какой прогрессор, это же вообще обалдеть. Ну вот теперь посмотри, теперь мы можем проверить, как это работает. Мы видим, что это работает. Она еще и проверяет, но это вообще... Да... Крутица, здесь ее можно поднимать наверх, либо опускать вниз. То есть, тем самым, у меня есть возможность регулировать приток жидкости к моей спирали. А, даже так. Ну так. Точно так же, как и здесь, вот этот вот бак, вернее здесь, предусмотрена возможность регулировки потока воздуха на спирали. То есть, я могу воздух регулировать и могу регулировать поток жидкости. А, даже если сравнивать по деньгам, затраты на сигареты и затраты на электронные сигареты, получается, что электронные сигареты гораздо дешевле. Ну, грубо говоря, у меня сейчас, учитывая жидкости, все это вот, не уходит даже 5 ойра в неделю. Ну, нормально. То есть, это получается, если бы я выкуривал в неделю пачку сигарет, то это было бы сравнимо. Но это у меня, я курил очень мало. У нас есть там в форуме люди, которые 2-3 пачки в день. У меня вот знакомые, я их перетянул на парение, но они немцы. Он практически не курит больше вообще. Он курил приблизительно 2 пачки в день. Сейчас ноль. Я по пачке в день курил и курил лет 40, понимаешь? А потом что-то прочитал эту информацию. Так меня это достало. Пепел, окурки, запах в комнате стоит. Черт не знает какой. Поначалу было непривычно, особенно где-то первую неделю-другую. Потом втянулся. А потом через год как-то специально. У меня вот ящики вставают, лежала пачка сигарет. У них там такие, продают они дешевые, по 10 штук в пачке. Ага. Она мне где-то полгода пролежала. Так иногда там возьму на попроб, сравнить как говорится. А так вот уже после электронных сигарет, что-то уже обычно сигарет это и не тянет, скажем. Но оно кошмар просто. Да, да. Это просто кошмар. Да я частенько... Цена этого парня, который совсем гордый, она курила до этого 4 пачки в день. Сейчас, за полтора месяца, она опустила где-то до 15 сигарет в день. Имеешь ввиду, если сравнивать по количеству углубленных сигарет, она парит? Нет, никакого количества. То есть она парит. Угу. Парит. И курит. А-а-а. Комбинирует. Вот дальше такой вариант, когда ты 4 пачки в день, это 80 сигарет в день. Ну это много, да. Это очень много. А сейчас она уже дошла до 15. Ну мне вот такой бутылочки на 10 миллилитров стоит она 2,5 фунта. Мне хватает в принципе где-то почти что на 4-5 дней. Не, ну это понятно. Ты имеем ввиду. Ты видишь, я поставил себе задачу дойти до ноля. И я упорно к этому нолю иду. То есть до ноля никотина. А-а-а. Так у меня, у меня есть уже готовые бутылочки, вот вкус черри, ну с нулевым содержанием никотина. Ну вот, вот это тоже ноль. А-а-а. Я тебе сейчас покажу. Я все время их заказал. Пришла коробка и в ней было... Сейчас я покажу. Вот она вот так вот называлась Blue Star. И в ней, значит, так... Вот эти покажу сколько еще осталось даже. Осталось шесть таких вот. Понятно. А почему? Потому что я-то не поглядел, а потом когда посмотрел... Тут ни черта толком и... Не могу понять. Что-то я ни с того ни с сего узрел там цифру восемнадцать. Роял или Еликвид Хай. Так, а на... Хай это восемнадцать. Все правильно. Хай это восемнадцать. Сью-то был фо вегетариан и веган. Подходит для вегетарианцев, что ли, и овощи еды, что ли? А почему? Нет, я просто... Дело в том, что я просто раньше лет цифры восемнадцать не замечал. Что она значит? Ну что там не восемнадцать миллиграмм никотина? Ну я взял ее через этот самый... Ой... Через Амазон... Так эти десять бутылочек... Там десять бутылочек мне обошлись чуть ли не в два или три фунта. Тут я в магазине покупаю стандартную бутылочку. А собственно говоря они ничем толком друг от друга то и не отличаются. Как же так? Вот это вот номер. Надо будет с этим разобраться. Так... А что тут разбираться? Есть у меня еще... Это китайская продукция. Тоже восемнадцать. Есть еще... Это что за вкус? Энерджи Дринк. Охрен с ним. Ну ладно. По крайней мере, как говорится... А я думал, что они с нулевым. Потому что в заказе там стояло, что ноль никотина. А там пришло... Ну ладно. Бог с ним. Как говорится. Китайцы, в принципе, пионеры в этом детстве. Это за них принципиально изобрели электронную сигарету. И принципиально делают очень хорошие ликвиды. То есть надо отдать им должное. Это они делают просто шикарно. Так что тут еще остального нет. Но вообще, видишь... Для меня, например, восемнадцать это уже очень много. То есть я вот этому парню, про которого я как раз рассказывал... Мы ему брали... Мы ему брали двадцать четыре, делили пополам. То есть, грубо говоря, у него сейчас двенадцать. Но он только-только перешел. Я у него... Вот попробуй новый вкус. Я у него затянулся. Я думал, я неделю кашляю. У меня двенадцать уже очень много. Нет, я сидел долго на двадцать четырех. Потому что... Я начал с двадцать четырех. Продержался на двадцать четырех, по-моему, три дня. Понял, что это много, перешел на восемнадцать. На восемнадцать я был приблизительно две или три недели. И перешел на двенадцать. И вот на двенадцать я держался уже очень долго. С двенадцати я медленно пошел вниз. То есть, грубо говоря, двенадцать, девять, шесть, три... И сейчас вот полтора. А что тебе сказал доктор после последней проверки? Он сказал, что... Он тебя спросил, от чего? Или он знал, что ты перешел? Он не спросил, потому что он знал это с самого начала. Да. Он мне еще первый раз, когда я ему сказал, что вот я не курю больше. Вот это вот. То он говорит, да, я об этом слышал. Ну что, будем наблюдать. Будем видеть, как оно решено. Так что... Но он сказал, да, это серьезный грех, безусловно. То есть, он такого не ожидал. Практически у меня сейчас легкие соответствуют состоянию легких человека, которые вообще никогда не были. Ну, я с тобой в этом готов, как говорится, на сто процентов согласиться, потому что... Это слова врача, не мои. Я в данном случае ничего утверждать не буду, потому что ничего в этом деле не понимаю. Ну, ты можешь проще это самое, понимаешь, как... По самочувствию. Если там раньше ты там кашлял и так далее. Я вот иногда у меня еще остается, я покашляю. Но это вот не тот кашель, который был после сигарет, понимаешь? Значит, тут такая система. Я не кашлял вообще. Курил я сравнительно мало. То есть, грубо говоря, у меня пачки сигарет хватало на два дня. У меня где-то в день 10 сигарет уходило. Угу. Вот. Но, если у нас не работал лист, то с одного раза с покупками, вот с магазина, с продуктами, например, на наш пятый этаж я подняться не мог. Угу. А сейчас без проблем. Ну, вот тебе, как говорится, лучше всяких там тестов. Да. Применяется не вопрос как таковое. Это действительно улучшает здоровье. Да. И кроме чего-нибудь крутить в руках, особенно, когда ты вот 40 лет курил, я 43 года курил. Угу. А как от нее избавиться в течение двух дней? Никак. Да. Это бесполезно. Даже пробовать бесполезно. Именно поэтому вот эти пластыри всякие, там, жевательные резинки, это все тогда абсолютно до того места, на котором ты сидишь. Да. Оно не помогает никак. Уже даже с точки зрения психологии оно никак не помогает. Да я одному сказал, тебе надо пластырь это не на руку наклеить, а на мозги ее. Ржали там все. Ну да, вообще-то, ясно говоря, вот по отзывам об этих пластырях и прочих. Вообще не работает. Ну, я попробовал только пластырь. Угу. То есть он мне помог часа на два. Ну, мне совсем не помогло. Я пробовал. Я скурил немного, то есть раз в два часа и что-то там. Вот он мне как раз на эти два часа и помог. Ну, понятно. Практически доли. Никакой совершенно. И те же самые отзывы от людей в форуме. Очень многие пробовали так вот уйти от курения. Угу. И ни у кого ничего не получилось. То есть это просто выброшенная бабочка. Да, да. Больше ничего. Нет. Поэтому на нас так злятся вот эти вот фармаиндустрии. Так я думаю, почему они и ведут исподвольную политику вот такую, что они же теряют огромные деньги, эти корпорации. Потому что люди переходят на более безвредные способы. Скажем, ну что, во рту подержать что-то там держат. А пепла нет. А пепла нет. Канцерогенов практически там ничего нет. Так они сейчас начинают в пику говорить, что нет. Вот в этих там полиэтилен, гликолях или что там там. А канцерогены там содержатся. Там еще что-то. Там ничего в руках нет. Ну так я-то эти песни уже, как говорится, знаю. Это уже все там. Значит тут в Австрии есть институт, который занимается проблемами питания. Ага. И там есть известный в мире, известный ученый. Как раз по изучению вот этих химических дел, что касается продуктов питания. Ага. Профессор доктор Бернт Майер. Ага. То есть он без преувеличения его можно назвать мировой величиной, потому что его в этом мире знают на всем сайте. Его мнение ценится, его работы публикуются. Ага. То есть его выводы принимаются как аксиомы. Входят в учебники. То есть это серьезная персона, так сказать. Это не то, что человек что-то где-то ляпнул, где-то как-то. То есть вот этот человек, он сам курил многие годы. Ага. Потом он случайно узнал об этом вот деле. И сам стал гангстером. То есть он сейчас сам парит. И ему было интересно, как это вообще, что это, и правда ли то, и правда ли это. Поэтому он уважаемый человек в своем институте, университете точнее. Но он стал все исследовать как ученый. ...гранты на изучение этого дела. Правильно. И он проводит тесты уже некоторые 4 года. Угу. И публикует свои исследования, выводы и все это вот. Второй вариант. В Германии есть где-то под Ганнобером они сидят. Лаборатория, которая занимается изучением клеток легких. Угу. Угу. То есть вот такая специализация у них. Они создают приборы для изучения этого вот. И для лечения возможных болезней. Они проводят серии экспериментов. Такое. Вот. Они этим вопросом занялись приблизительно 2 года назад. Так. Вот. Причем они это начали делать по своей собственной инициативе. Как сказать, в надежде на то, что рано или поздно эта тема развивается. Что рано или поздно кто-то закажет у них студию или исследования какие-то. Знаешь, поэтому они начали сами по себе. И они поделились результатами первых исследований. Есть здоровое видео там полтора часа. Угу. Значит, два человека, которые парят, с которыми они связались. Тоже небезозвездные люди в этом деле. Дальше два доктора медицинских наук. Один доктор технических наук, которые в этой лаборатории работают. Вот. Там сразу же выяснилось, что первые тесты были у них, конечно, просто катастрофом. То есть полный минус. Но когда они тем, которые парят, показали и рассказали, как они тестировали, так они чуть под стол не упали. Чего? Да по той простой причине, что они тестировали эти приборы на полной возможной мощности. То есть горело там внутри все, что это мало. И они тестировали не пар, а сгоревшую вату и все это вот. И когда они им объяснили, что так же, извините, никто не парит. Это надо быть сумасшедшим, чтобы вздыхать продукты горения. А вообще чистого. Когда это горит прямо. Когда до тех дошло, что они делают. И следующие тесты были уже совершенно другие. Так вот, даже первые тесты они показали, что, во-первых, парение в 60 раз менее опасно, чем курение. Во-вторых, и это возможно даже еще более важно. Что если ты перекурил, там, стрессовая ситуация, Бог его знает, то есть их очень много, одну за другой. Но бывает всяко в этой жизни. То клетки, которые в начале легкие, которые получали первые дозы вот с этим вот. Никотинами, кирами, всем этим вот, они умирали в легких. А вот с паром, такого не случается вообще. Сколько бы ты не парил, клетки, во-первых, не умирают. Если ты паришь нормально, ну как среднестатистически, там, 5-7-8 миллилитров в день ты паришь, то ты лег спать и во сне через 2 часа у тебя клетки уже все восстановились. Они уже забыли о том, что ты парил. Ну, 5-7 миллилитров в день это вообще много. У меня, вот я тебе говорю, что у меня бутылочка, вот. Это средняя. Бутылочка 10 миллилитров, так мне ее хватает на 5 дней. Это получается по 2 миллилитров в день. Нет, ты никуда, я иду. Ты паришь 18 миллиграмм, это очень много. А, ну ладно, хорошо. Очень много. У меня уходит приблизительно 15-20 в день, но я парю полтора. То есть тут же речь идет не о вегетативе или коле этом. А в содержании никотина. Те безвредцы вообще. Те не наносят никакого вреда вообще. Тут речь идет о том количестве никотина, который получает твой организм. Да. Потому что именно никотин вот он действует вот так вот на эти клетки. Это, конечно, не так страшно, что эти клетки умирают. Это естественный процесс для клеток легких. Они рано или поздно все равно умирают и заменяются другими клетками. Новыми, свежими. Это все нормально. Ну понятно. Но факт состоит в том, что если ты паришь, то это на эти клетки никак не влияет. То есть они раньше времени не умирают. Они ведут свой нормальный цикл жизни. А вот если ты очень много никотина и плюс тигр и плюс все, что там есть в этом год, то клетки умирают раньше вверх. А покупать не надо, потому что это дорого. А вот та страница, которую я тебе отправил. Ну я вижу 1459. Да. Это совершенно абсолютно точная копия. И работает очень хорошо. Насколько ее хватает? На полгода на год хватает ее? Так где-то провокационный вопрос. Ну понятно. Послушай, у этой штуки, ты ее покупаешь, у нее три головки. Две из них не обслуживаемые головы, которые ты используешь, выбрасываешь и меняешь. Но одна из этих трех головок это обслуживаемая голова. Ага. То есть грубо говоря, я тебе только что показал, как я практически набатал новую стираль, тянул новую вату и тем самым сделал новый атомайзер. Ну вообще-то получается, что да, ты сделал новый атомайзер. Вот тоже самое можно делать и с этим. Угу. То есть ты его один раз покупаешь, и пока ты не свернешь голову резьбе, или не переломаешь его от колена, или не стукнешь его молотком, эта штука будет работать. То есть у нее нет такого-то там... То есть хорошая, надежная конструкция, вот и все. Безусловно, безусловно. Понятно. Вот это я бы тебе посоветовал и подожди еще, потому что, скажем так, то, что у тебя подает энергию, это не совсем то, что нужно для нормального танка. Значит, секунду, я тебе покажу еще одну, сейчас, подожди. Оригинальный, Wismac Presa, Boxmon simplified edition black. Так, ну, теперь давай объясняй по-русски, что это такое. Сейчас я тебе даже покажу, что это такое. А, температура я вижу 570 по Фаренгейту, дальше что там, 162, 0,23. И вот она, вот она в живую, именно на картине. Так, вижу. Сейчас я вот нажму, чтобы ты видел. Вот экран ее. Значит, эта штука, несмотря на, в принципе, очень низкую цену, она может все, что должен уметь современный держатель, так сказать, батарей. То есть современный бокс. Ты можешь с помощью этой штуки делать вот то, что я только что делал с другим модом. То есть выставить температуру, в которой ты хочешь... Почему важно, чтобы температура выставлялась? Аромы, каждая арома имеет свою... Температурные границы. ...поение, при которой, при этой температуре лучше всего передается. И ты можешь подрегулировать уже. Именно. Плюс к этому, с этой штукой, ты ее можешь, в принципе, использовать так, как ты сейчас используешь свою. А к ней подключение под зарядка через USB идет? Да, зарядка через USB или... Есть еще один вариант. Видишь, эти штуки работают вот от таких вот батарей. Вижу, да. То есть это очень мощные индустриальные батарейки, но у меня их целая куча. Перезаряжаемые, короче. Да, да. И ставишь их на зарядку и вперед. Да, у меня вот тут вот... Ну два варианта, USB и через зарядное устройство. Нормально все. Так и так. Как хочешь. Да, хорошо. Но эта штука позволяет тебе выставить все, что угодно. То есть грубо говоря. Мало тебе пара, ты добавляешь. Много тебе пара, ты добавляешь. Слишком резкий вкус, делаешь температуру ниже. Слишком слабый вкус, делаешь температуру выше. То есть у тебя в руках все совершенно возможные регулировки, которые только возможны. Заранее хочу предупредить. Я купил эту штуку из-за ее формы. Видишь какая форма интересная? Она классно лежит в руке. Эргономика, ну понятно. То есть на что я надеялся? Что это будет очень удобно в машине. Угу. Я сильно ошибался. Поэтому если у тебя возникнет такая мысль, это к сожалению не так. Дело в том, что кнопка настолько легкая, что как только ты начинаешь переключать передачи и что-то делать там радио крутишь, ты тут же нажимаешь эту чертову кнопку. Ну мне это не грозит. Я так сказать пользуюсь общественным транспортом. Не люблю. У меня вопросов нет. У меня вопросов нет. Эта штука лежит просто очень хорошо. Да. Мало того, таких приборов очень мало, у нее есть еще и механический выключатель. То есть тут специально это вот, ты ее сдвигаешь и ты больше не можешь нажать кнопку. Вот это здоровски, да. Да. Потому что если ты теперь ее ложишь в карман, уже ничего случиться не можешь. Достал одним движением, отодвинул опять эту штуку в другую сторону и он опять нажимается. Это очень удобно. Да, здорово. Ну, век живи, век учись, дураком помыешь. А я как-то так думал, ну перескочил я, перескочил, там парю потихоньку, там парю. В принципе... Алексей, я тебе одно могу сказать. Если ты перейдешь на вот эти вот приборчики, грубо говоря, Султанг, этот Саултанг Мили, это тоже не последний крик моды. Но это уже на пару голову выше, чем то, что ты держишь, у тебя сейчас в руке. Ну да, потому что будешь нормальный вкус во рту ощущать. Потому что если заявлено малиновый, будет малиновый. Заявлено ванильный, будет ванильный. Заявлено черешня, будет черешня там или вишня. А тут у меня на бутылочках что только было не написано, ну паришь и, грубо говоря, один парды и все. То есть вот через эти вот малышечки не очень-то. То есть грубо говоря, я ощущаю вкус в полной мере. В полной мере. В полной мере. Ну что, ну нормально. Хорош вот этот Саултанг, у него очень много места для вот этого вот намотки спирали. То есть на нем очень легко учиться самому наматывать. Ну это вот, это уже специальный прибор, это уже отдельный, да? Ну, принципиально я начал вообще без всяких приборов. Вообще без всяких приборов. То есть грубо говоря, я взял зубочистку, покажу сейчас вот такую вот зубочистку и мотал на нее первые эти самые. Спирали. Спирали, да. Потом оказалось, что вот эти вот уши чистят. Ну, 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 ну. И чуть-чуть потолще, чем вот это вот, и они удобнее. Угу. Можем мотать просто на них. Потому что... Ну, надо еще и проволоку где-то доставать. Ой, я не доумоляю. Это так тяжело. Ну, медная нужна или какая? Что-что? А проволока медная нужна? Нет, нет, это дело не выгодит. Значит, набери. Наверняка в Англии такие магазины тоже есть, но я их не знаю. Они называются DIY. Do it yourself. То есть сделай сам. Их много. Да, это тоже. Я тебе просто дам пример из Германии. Возможно, ты по примеру найдешь такой же магазин и в... А, хотя ты можешь вот этот вот... Фастер и этот... Господи, Герберг, которые я тебе дал, у них есть, там есть проволока. Есть, да? Что? Я тебе рекомендовал бы, для начала, купить два вида проволоки. Два вида. То есть, стайлестил, нержавейка. Нержавейка стайлестил, да. Это размера я тебе рекомендовал бы, так, 0,35. Диаметром. Да. 0,35. Они продают, как правило, по 10 метров. И вторая проволока, это то, что ты у питайцев не купишь. Она называется никель-ферум. Она практически... Во-первых, вот эта вот нержавейка, она позволяет с собой делать все, что угодно. То есть, ее так легко мотать, что с этим вправится даже пятилетний ребенок. Она держит форму, она никуда не валит ни вправо, ни лево. Ты тягиваешь вату, она стабильно держит вату. То есть, она не ломается при втягивании ваты. Она хорошая очень. А стендлистил, она ломается? Для тебя остальные шлюки... А, а про феррум этот никель-феррум... Никель-феррум, чем он лучше? Он имеет те же самые свойства, как и нержавейка. Вот это вот. Но он держится дольше времени. То есть, нержавейки хватает где-то на 2-3 недели. Никель-феррум работает без необходимости в стягивании новой ваты. Хотя это даже минуты не понимает. Но, тем не менее, никель-феррум работает полтора-два месяца. То есть, как минимум, вдвое дольше. Вот это да. Да. А так он обрабатывается точно так же, как и нержавейка. То есть, тебе годится и то, и другое. И если я говорю, что это достаточно вот этой ушной палочки, то есть там обрежает ее ножник, там вату убирает, и мотает тебе сколько? А, ну вата, естественно, тебе нужна будет. Ну вата-то самая, найдем, как говорится. Не, ну любая вата тоже не вата. Ну почему в аптеке можно взять вату нормальную? Нет, тебе нужна вата, опять же, я не знаю, как это по-английски. Хлопковая вата, коттон? Да, 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 именно, коттон. Но есть такие специальные ваты, скажем, мунжи вата, подожди, я тебе напишу. Вот так вот она называется. Ага, вижу. Это японский коттон. Причем он сразу идет вот такими вот квадратиками, я не знаю, видно. Видно, видно. Вот такими квадратиками. Ты их режешь по длине, то есть выбираешь сколько тебе надо ширины, обрезаешь, и это уже как раз вот это направление, по которой течет потом жидко. И ее очень легко обрабатывают, очень легко. Режется просто ножницами. Просто это неконечно, простые ножницы. Нормально. Вот и стоит, то есть я заплатил тут 3,50 за вот такой вот пакет этой ваты. То есть я не знаю, до конца жизни наверняка хватит. Ха-ха-ха-ха. Понятно. Это все стоит почти ничего, если ты в конечном итоге пересчитываешь это все, то получается, вот я сейчас сделал новый атомарик, я все это новое намотал, у меня материалов на это дело ушло приблизительно на 3,5-4 цента. Ну это же вообще копейки, да. А удовольствие, как говорится, по полной программе, потому что ты, во-первых, чувствуешь вкус, ну тут уже, как говорится, и без вопросов. Ну ты мне сегодня консультацию по полной программе выдал, теперь буду сидеть, как говорится, и репу чесать. Ну вот видишь, вот сейчас вот я сколько, раз 5-6 затянулся, вот сейчас начал появляться полный вкус. Вот тебе будет немножко времени пока у меня. Ну, преработаться, да, там, чтобы... И оно еще после первого танка, как правило, первый танк еще так сидит. То есть то, что ты сейчас видишь, это еще не тот пар, который отсюда должен идти, и он еще не дает полный вкус. Но второй танк уже начинает парить так, что если ты с кем допускаешь и пообщаешься, то лучше дышать в сторону, потому что иначе тебя перестают двигаться. Ой, цирк. Нет, ну, вообще, конечно, для курильщиков это, я считаю, что достойная альтернатива, потому что, по крайней мере, люди сбегут свои легкие. Ты понимаешь, вот у нас в форуме уже, наверное, больше 30 человек, которые вообще никогда не курили, а тем не менее парят. Ну... Тогда им задают вопрос, как же так? Ты же не курил, вообще никогда. Ну, это девчонок, кстати. Не курила же, сама слышала, что ты никогда не курила, что тебе этот сигаретный дым прокинет до работы. Как же... Она говорит, так я попробовал, вот, друг, бросил курить, пришел на это дело, она поднимала запах. Приятный запах. Приятный. Она решила попробовать, я и подумала, теперь она в паре, без никотина, конечно, без ничего. Угу. Вкусно. Двое выпилили вообще колоссальную причину. Колоссальную. Оба никогда не курили. Оба больны диабетом. Угу. Прямо страшные любители шоколада, они не представляют себе жизнь без шоколада. Угу. Что они делают? Они тебе делают шоколадный ликвид и парят его. А там микроскопические количества. Укус шоколада, в желудке никакого шоколада нет, следовательно, диабет тоже ничего не имеет против. Все довольны, все смеются. Тоже хорошо, да. Ну, тут, как всегда, наблюдается масса, скажем так, обочных эффектов и всегда бывают довольно-таки вот такие вот неожиданные вещи. Вот. Для меня то, что ты сказал, это вообще было неожиданностью, что люди, которые не курили, вдруг взяли и стали парить. Ну, а, собственно говоря, а почему бы и нет? Уж лучше так, чем, извини меня, эти сигареты там курить, там, чтобы эти там окурки были везде, там, пепел. Ты понимаешь, тут как ни круп и как ни вет, эта штука безвредная. Да. Потому что, во-первых, это известно уже приблизительно 10 лет. Так ее все равно до сих пор пытаются, значит, компроментировать. Говорят, что там она вредная, что в этих там ликвидов содержатся все-таки канцерогенные там эти вещества. Ну, короче, кто во что гораст. Ну, я понимаю, что я всегда весьма критически отношусь ко всем этим песням. Почему? Ну, во-первых, материальные, так сказать, корни, там, откуда уши торчат или где рояль спрятан, за каким кустом, сразу просматривается. Поэтому начинается так, если публикация, это все понятно, откуда ветер дует. А второе, ведь, практически, понимаешь, ну, возьми, так сказать, 100 курильщиков сигарет и 100 парильщиков, и спроси у них там, как у них там дела с легкими, значит, как, что, и послушай. Вот, вот, допустим, для меня твое мнение очень ценное, потому что, ну что, там у тебя был такой процент содержания, а за там 3-4 года у тебя он там чуть ли там не в 4 или там в 5 раз увеличился. Это процент содержания, это эффективность. Это эффективность работы легких, я имею в виду, да. Но все равно она ушла в лучшую сторону, это уже здорово. А, ничего себе, было 16%, стало 87%. Угу. То есть, практически нормальный, здоровый человек. И плюс, и плюс себе не отказываешь, и плюс ты себе не отказываешь в удовольствии, как говорится, то есть, вот этот вот, я называю его сосательный рефлекс, как говорится, да и не нужно его подавлять. Ну что, ну что, есть он, так и живем с ним. Меня особенно он это не напрягает. Кто-то, господи, если я люблю сладкое, я себе в него не отказываю, он у меня стоит, скажем так, я бананы ем, но не особо часто. А в паре бананы с удовольствием. А, да, у него такой приятный, это самое, запасочек, вкус. Вот тут у меня, к примеру, груза, но это я и есть люблю. Я грузу тоже люблю. Потом у меня мед. Угу. Это один из моих самых любимых ликвидов. Шикарный совершенно. Медовый? Да. Ммм, интересно. У меня их два варианта. У меня вот в этом мед, а вот тут вот, это еще у меня тут польский, польская арома. Это в Польше когда-то еще при социалистическом времени был такой самый любимый напиток в Польше, назывался он медовый. Угу. Он был на основе меда, но имел немножко другой вкус. Угу. Как лимонадовый, что ли, мед, что-то такое. И он отличается от меда, действительно. То есть, мне и то нравится, и то нравится. Мне надо будет вот этот уже скоро заказывать, я его купил когда-то, чтобы попробовать просто. Там было всего три миллилитра. Угу. Совсем мало. Но это было почти четыре года назад, и он у меня сейчас только заканчивает. Ну, нормально, да. Три миллилитра. Я помню, в Совке было два великолепных напитка. Один назывался Байкал. Газировочка вкусненькая такая. Да. И очень у нее такой приятный вкус был. Тархун. Байкал. Байкал имел вкус травы, который называется Тархун. У нас, короче так, Тархун я покупал, он был зеленого цвета в бутылочках. Да. Байкал был цвета Кока-Колы, такой темный. И плюс мне еще нравился, но это совершенно редкая была газировка. Это, я помню, у бабушки там на Дальнем Востоке, в деревне, значит. У них там был свой заводик, и он этот напиток выпускал. Назывался напиток газированный МОККО. Тархун. Да, знаю. Ой, чудесный тоже вкус был. Вкус, вкус детства. Вкус, вкус детства. Тархун, вот этот у меня есть. Тархун есть, да? Арома. Тархун, но я ее пока не паю, потому что я никак не могу попасть в правильную газировку. У меня получается либо слишком мало, либо слишком много. Много вкуса этой кошке очень приятный Но я разберусь с ней и буду работать Я даже не сомневаюсь Я с кошкой несколько лет, я примерно два года Я не мог сделать кофе Ликвид со вкусом кофе Никакими силами И через два года я все-таки нашел правильную датировку Вот здесь у меня кофе Просто полный класс Так я кофе не пью Я тоже кофе сам по себе Он как-то достигает по нервам А тут ты паришь, чувствуешь приятный вкус кофе И в то же время тебя это по нервам не бьет? Конечно Нормально Тут еще такой вопрос Мне нравится Скажем так, мне нравится больше запах кофе, чем его вкус Так, то же самое У нас на рынке Сент-Джонс Маркет Там есть одна кофейная Огромнейший рынок И там такие ниши И вот мимо этой ниши ты проходишь И еще там метров за пять, за десять до подхода к ней Уже ощущаешь вот запах этот нормального Настоящего кофе Крепкого, черного кофе Да Ну я представляю, что если ты добился таких результатов Так у тебя, так сказать, действительно Можно пить воду и парить с любым вкусом И будешь получать то же самое удовольствие Чудеса С шоколадом я проверил У меня просто не очень хорошие аромы, как оказалось То есть они, правда, дают вкус шоколада Но при этом это какой-то искусственный вкус То есть он шоколад, но он какой-то ненатуральный Мне нравится шоколад не когда, когда он сладкий, а когда он чуть-чуть горчий Ну-ну-ну, темно-коричневый шоколад Именно, вот такой мне нравится шоколад И я для этого купил не ту арому Но я в следующий раз, когда буду закупаться, я уже посмотрю шоколад в том числе И с трахунами все поэкспериментирую Конечно, тоже, потому что Запах Убийственный Идеальный Ну просто лучше быть не может Сделайся геоликвид Или чересчур, или слишком мало Не могу попасть Ну ничего, это все Только пробой Только пробой пера Иначе ничего не получится Ну, в принципе, да